Доброе утро дорогие друзья! 1 декабря в столице Югры состоится открытое первенство Ханты-Мансийска по чирспорту. Сегодня у нас в гостях президент федерации черлидинга Югры Юлия Волощук. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Это первенство проходит не первый год уже? Да, ежегодное первенство. Как прибавляется количество участников? Каков прирост участников? Да, прирост есть. С каждым нашим мероприятием черлидеров становится больше как в Ханты-Мансийске, так и в округе. И нам очень приятно, что к нам присоединяются муниципалитеты. И количество дисциплин, если раньше у нас было заявлено из черлидинговых дисциплин только 12, то... Ой, что я говорю? Всего 12. Всего 12 официальных, в которых проходят соревнования. Да. И в этот раз у нас их 7. То есть мы привалили за экватор, да. И как бы дисциплины перерастают. Какие новые для нас, для округа дисциплины? Это будет чир-хип-хоп, чир-джаз, групповые и двойки. Вот. То есть, да, такие вот... Ну, и хип-хопом, понятно, это стиль музыки, джаз тоже. Да, артистические дисциплины, это то же самое, только когда выступает пара. То есть не группа спортсменов, а пара. Определённые есть требования к исполнению данных дисциплин. Они очень яркие, эмоциональные и любимые подрастающим поколениям. Им это понятно, им это интересно. Поэтому мне само интересно посмотреть, как это будет на соревнованиях. Я надеюсь, что премьера, скажем так, этих дисциплин пройдёт на должном уровне и воспримется всеми нашими гостями с теплом и восторгом. Мальчики принимают участие в чир-спорт? Приходят? К сожалению, нет. Ну, скажите, они в базе необходимы ведь? Да, конечно, необходимы. База – это самый, получается, нижний ярус. Нижний этаж. Вот, нижний этаж. Конечно, мы нуждаемся в такой мощной поддержке, но пока у нас девчонки, и девчонки молодцы. А по России вообще мальчики же занимаются чир-спортом? Мальчишки, да. Парни прям составляют мощь многих команд. Мне кажется, это ведь круто. Во-первых, ты всегда с девчонками рядышком. Это раз. Потом ты принимаешь участие в соревнованиях. Если ты можешь себя ещё и проявить как-то, я не знаю, там, назад себя прыгнуть, флякс сделать. Ну, да. Это здорово, это хорошо, поэтому ждём, конечно, парней. Но что будет, то будет. А пока мы готовимся к соревнованиям, в нас идут генеральные прогоны наших спортивных программ. У нас есть такое замечательное выражение после программы, когда заканчивается финальная точка. Дети ждут команды. Она, конечно, интересно звучит. Я говорю, мобик сдох! Это авторская ваше. И они просто падают и отдыхают. Но отдыхают они недолго, потому что прогон идёт за прогоном. Егорскими чирлидерами будет представлено 7 дисциплин. Ханты-Мансийск представляет 4. 4 из них. 4, да. Вот, поэтому детки задействованы во многих дисциплинах. Это выматывающее состояние, но тем не менее благодатное. Вижу, как глазки, знаете, такая система накопительных скидок пошла, что ли. То есть не клеилось ничего, не получалось собрать программу. Вчера на тренировку прихожу, всё делают. Всё здорово. Собрать, потому что у вас, получается, как у руководителя в голове, план составляется изначально, да? Да. Подбирается музыкальный фрагмент, под который ребята будут выступать. А вот там уже от реализации зависит. Не могут собраться. В чём вы здесь? Ну, всякое бывает. Тренировочный процесс – это сложный психологический, эмоциональный и физический процесс. Поэтому перед большими стартами это всегда сложно. И тем не менее собраться нужно. Они это сделали. И я надеюсь, покажут всё своё мастерство. Тем более в рамках реализации гранта губернатора ЮГРы закуплено оборудование, которое мы представим в соревнованиях. То, о чём мы говорили когда-то, да? У нас будет мастер-класс, интерактив с детьми, школьниками, где мы покажем, как за буквально 40 минут стать начинающим чирлидером. Используя данное оборудование. Об оборудовании – это покрытие специальное, которое, кстати, будет использовано на этих соревнованиях. Оно будет использовано на соревнованиях. Оно по правилам, по ГОСТу, как должно быть. И плюс ещё мы закупили балансировочные платформы и флягматы. Наши воспитанники покажут, что они научились на них делать. И мы попробуем это показать городским детям. Пусть они тоже попробуют. Ну, вообще, мы приглашаем гостей и жителей Ханты-Мансийска. Да, мы приглашаем всех к нам в наши мероприятия. Когда и где это будет проходить? Центр развития теннисного спорта 1 декабря, начало в 12.00. Ждём всех на наше большое спортивное событие. Юль, кто вас поддержал? Кто вам оказал поддержку? Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Ханты-Мансийска. При содействии Центра молодёжных инициатив Югорского государственного университета. Естественно, Град-Губератор Югорского центра. Да, и наши любимые партнёры – это Юграмика Спорт, который представил нам… Волонтёры какую функцию будут выполнять Маисе? Волонтёры – ох, это большая работа, это развести потоки вот этих вот юных спортсменов, поскольку их много, и они в разных категориях и номинациях выступают. То есть вот вся логистика, перемещение, порядок, обеспечение определённой даже безопасности – это как раз всё ложится на волонтёров. Ну, плюс церемония закрытия, открытия и награждения. То есть у них много очень работы, которая частью больше остаётся за кадром, но тем не менее, это такой мой надёжный тыл, который… Вот я знаю, что всё будет хорошо. Мы в это тоже верим, и обязательно так и будет. Завтра, получается, 1 декабря, послезавтра, 1 декабря в 12 часов в Центре развития теннисного спорта. Да. Юр, большое спасибо. Хорошего дня. Ну и всем ребятам мы желаем удачи, пусть победит сильнейший. Спасибо.